Люди начнут говорить, что это волшебство или мистика просто потому, что открылось иное измерение восприятия. Если вы активизируете энергетическую систему на полную мощность, передача станет чем-то естественным. Если активированы 84, вы перешагнули много ограничений, что обычно люди считают чем-то сверхчеловеческим. Намаскарам, Садгуру, я бы хотела знать больше о способах, с помощью которых гуру передает йогические знания или информацию. Каков механизм этого? Как это происходит? Это то же самое, что беспроводной микрофон. Вы можете передавать звук без проводов. Очень даже можете. Это же происходит, не так ли? Как из 114 чакр в теле чакра буквально означает «колесо». Но мы говорим о точках соединения Нади или энергетических каналов теле. Эти пути всегда соединяются в форме треугольника. Колесо означает «круг». Определенные треугольные колеса были бы намного интереснее, не так ли? Разве они не выглядели бы лучше? Нади всегда соединяются в форме треугольника, но мы называем это чакрой. Потому что, когда мы видим чакру в ком-то, мы видим ее скорее как круг, потому что она излучает некое измерение энергии. Поскольку она излучает, все излучение всегда происходит в форме круга. Можете бросить в озеро треугольный камень, но рябь все равно будет круглая, не так ли? Точно так же это может быть треугольник, но когда мы видим его, он круглый. И еще одно — это предполагает движение из одного измерения в другое. Мы говорим, что это чакра, потому что она переносит вас. Итак, в системе 114 основных чакр. Всего чакр больше. Основных чакр, над которыми можно работать — 114. Из этих 114 две находятся вне физического тела, 112 — внутри тела. Из этих 112 с четырьмя ничего сделать нельзя. То есть, если вы работаете над другими вещами, они активизируются сами по себе. Им не нужна никакая система, чтобы над ними работать. Итак, 108 — это чакры, над которыми действительно можно работать. Так что есть 114 систем медитативности. Адьюги обучал 112 разным способам реализации. Когда он сел с семью мудрецами, Сабта Риши, он объяснял, как работает человеческий механизм. Что есть 114 чакр, из них 112 — внутри. Так что он говорил о 112 способах достижения наивысшей природы. Его жена, Парвати, была свидетелем этого учения. Она уже достигла наивысшей природы, но теперь она свидетель. Она просто болталась рядом во время программы. И так она посмотрела на это и сказала, «Почему не больше? Почему только 112? Должно быть больше способов». Когда она это сказала, Шива был полностью сосредоточен на том, что делал. Он просто отмахнулся от нее и ответил, «Других путей нет. Есть только 112». Ей стало обидно, что он так отмахнулся от нее перед этими семью людьми. Поэтому она сказала, «Должно быть больше способов. Может, это ты о них не знаешь». Он сказал, «Есть только 112. Это дерзость. Уходи». Она сказала, «Я найду больше способов» и ушла. Она удалилась в горы и выполняла очень строгие аскезы. И спустя много лет работы она вернулась. Шива все еще излагал различные измерения йоги. Она пришла, как его жена. После такого долгого отсутствия она могла прийти и просто сесть рядом с ним. Но она подошла и села на ступеньку ниже, чтобы показать, что потерпела неудачу. Такой у них двоих был общий язык. Она не хотела, чтобы семь человек знали, что она потерпела неудачу, но хотела, чтобы о неудаче узнал он. Поэтому подошла и села на ступеньку ниже. Эта история продолжается в различных других аспектах. Когда Парвати вовлекалась в процесс обучения, она была тем, кто сеет сомнения. Шива имел такую абсолютную власть, что эти семь человек были в полном благоговении. Она была привлечена в качестве стороннего наблюдателя, у которого то тут, то там возникают сомнения. Потому что где-нибудь завтра, когда они этому будут учить, не все будут настолько преданы, сосредоточены и взбримчивы, как эти семь человек. Естественно, появятся люди с сомнениями. И она придумывала такие сомнения, которые обычно возникают у людей. Итак, 108 чакр — это те, с которыми вы можете работать. Остальные четыре просто расцветут для вас. Это бонус. Если вы как следует поработаете над 108 чакрами, с остальными четырьмя все произойдет само собой. И это пронесет награду. С оставшимися двумя чакрами все произойдет в любом случае. Если все, что нужно, произойдет с этими 112, то остальные две все равно расцветут сами по себе. Они за пределами физической структуры тела. 108 — это число, которое проявилось в этой системе. Потому что 108 — это значимый процесс или значимое число в создании Солнечной системы. Расстояние между Солнцем и Землей — 108 диаметров Солнца. Расстояние между Луной и Землей — это 108 диаметров Луны. Во многих аспектах вы увидите, что число 108 является пропорцией в создании Солнечной системы. В этом причина. Иначе, возможно, число было бы 160. Если бы мы родились на Марсе, может, число было бы 160 или что-то вроде того. Проверьте людей. В хатха-йоге важно постоянно осознавать, что это тело приняло такую форму, это тело стало таким, в основном потому, что так устроен гончарный круг, так устроена Солнечная система. Отсюда и это проявление. Адийоги ясно сказал, для того, чтобы это человеческое тело эволюционировало дальше, то в структуре Солнечной системы должны произойти какие-то кардинальные или радикальные изменения. Только тогда изменится структура человеческого тела, потому что оно достигло своего пика с точки зрения физической структуры. Итак, если все чакры открылись, тогда можно что-то передавать без труда. Если все 112 открыты, передача не требует усилий. Если вы хотите, чтобы где-то что-то произошло, вам необязательно идти туда. Вы можете сидеть здесь и сделать это реальностью. Чтобы жить нормальной жизнью, жить полноценной физической жизнью, вам нужна всего 21 чакра. Если в вашем теле нормально работает 21 чакра, никто не подумает, что с вами что-то не так. Вы будете полноценным человеком. Что дают остальные чакры? Если остальные чакры раскрываются, то вам открываются разные уровни восприятия. Измерение восприятия, про которое люди станут говорить, что это волшебство или мистика. Просто потому, что открылось иное измерение восприятия. Итак, для полноценной жизни нужна всего 21 чакра. Остальные чакры касаются только высших измерений восприятия, когда вы больше не человек, по крайней мере в понимании других. Вы очень даже человек, это человеческая система. Почему большинство не расцветает? Допустим, сейчас в Тамилнаде кокосовые пальмы дают около 90 орехов в год с каждого дерева. Более эффективно управляемая ферма в Тамилнаде даст 120-125 орехов. Та же самая кокосовая пальма в Кирилле дает 45-50 орехов. В Карнатеке и Западной Бенгалии та же самая кокосовая пальма дает 240-250 орехов. Отличаются только способы выращивания. Тамильские фермеры пытаются выращивать кокосовые пальмы на черной хлопковой почве, думая, что она самая плодородная. Она очень плодородна для выращивания риса, хлопка и прочего, но не для кокосов. Кокосы нужно выращивать там, где в почве есть немного щебня. Здесь, если вы копнете, то почва похожа на зубную пасту. Когда вы орошаете такую землю, кокосовая пальма сразу чувствует жизнь и пускает свежие корни. Когда же черная хлопковая почва высыхает, в ней возникает сильное сжатие. Вы увидите, как она вся растрескается и сожмет корни так, что раздавит их кончики. И они не смогут расти. Кончики появляются, почва сохнет, они ломаются. Кончики появляются, почва сохнет, они ломаются. Пальме нужна слегка каменистая почва. Попробуйте вот что. Закопайте маленький камень на полметра в землю и полейте. А через 15 дней откопайте. Вся земля будет сухой, но под камнем будет немного сыра. Поэтому кокосовая пальма всегда направляет кончики своих корней под камни, потому что знает, что там всегда будет мокро, сыро, корни будут защищены и их не раздавит. То же самое и с человеком. Человек не расцветет в полную силу, если вы не создадите для него подходящую атмосферу, внутреннюю и внешнюю. Но, к счастью, в основном внутреннюю, потому что мы подвижны, мы не деревья. Мы не можем стоять на одном месте и быть все время в одной и той же атмосфере. Но есть люди, которые делают это. В Индии есть такая культура. Она называется кшатрасаньяса. Кшатрасаньяса означает, что мы зафиксируем радиус. Допустим, зафиксируем радиус вокруг Дианолинги. Мы скажем, что здесь высокая энергия. И те, кто хотят ее все время впитывать, дают обет, что никогда не покинут этот диаметр. Они не выйдут за него, всегда будут только внутри. Это простая разумность. Ведь если бы кокосовая пальма решила взобраться на гору... Она неплохо справляется здесь, но если вы посадите ее на горе, через один день она ослабнет. Вы поднимались на гору? Если вы взойдете на седьмую вершину, почти в любое время года скорость ветра будет не менее 50-60 км в час. Ветреный сезон. Скорость достигает 120-140 км в час. Ветер настолько сильный, что если вы будете так стоять, он вас просто сбросит. Если этот парень пойдет и встанет там, он не выдержит и часа. Так что лучше остаться здесь. Но деревья неподвижны. А мы подвижны. Нам трудно поддерживать благоприятную внешнюю атмосферу. Поэтому некоторые люди идут на этот шаг, называемый «кшатрасаньяса». Они фиксируют радиус и живут только в его пределах, потому что хотят впитать эту внешнюю атмосферу. Но внутренняя атмосфера — это самое главное для человека. Как он сохраняет свою внутреннюю сущность, как он создает... Это называется кавача. Вы создаете вокруг себя защитный кокон. Куда бы вы ни пошли, вы остаетесь в одной и той же атмосфере. Это как если бы вы сели в самолет и поднялись на высоту 10 000 метров. Ваши тела определенно не продержатся там долго, но сейчас вы в коконе, в герметичной камере, поэтому вам это удается. То же самое с подводной лодкой. В морской глубине вы бы не выжили под таким давлением, но так как вы защищены, вам это удается. Таким образом вы создаете вокруг себя энергетический кокон. Куда бы вы ни пошли, вы не являетесь частью этого. Вы в своей собственной кабинке, с которой ходите. У вас своя кабинка, и вы не попадаете ни в чье пространство. Куда бы вы ни пошли, вы носите свое маленькое пространство, не ограничивая себя. Но важно то, что все чакры включены. Если все чакры включены, вы можете просто передавать все, что пожелаете. Проблема всегда восприимчивости. Я говорил об этом раньше. Я инициировал в медитативность больше людей, которых я никогда не встречал и не видел, чем людей, с которыми я сижу и провожу программы. Мы провели программы максимум для нескольких миллионов человек, но мы инициировали гораздо больше людей. Они медитативные, но многие глупцы не знают, что могут медитировать. Когда они сидят, не для медитации. Они даже не знают, что должны медитировать. Когда они сидят, они чувствуют себя гораздо лучше, чем другие. Но многим все еще не хватает мозгов, чтобы понять, что они естественным образом становятся медитативными, без каких-либо усилий. Некоторым хватает, и они садятся медитировать, другие не садятся, но их жизненный опыт намного лучше, потому что они медитативны по своей природе, так как их инициировали напрямую. Итак, мы можем передать это кому угодно. Проблема восприимчивости. Чтобы создать восприимчивость, нужно проделать большую работу. Вы можете сидеть здесь и, допустим, управлять радиостанцией. Вы можете очень легко передавать сигнал в эфир, но если ни у кого нет радиоприемника, что толку? Например, вы начали передавать сигнал со своей радиостанцией, и ни у кого нет радио, но вы транслируете и транслируете. Что это меняет? Ничего не происходит. Итак, это всегда есть. Передача оказывает какое-то воздействие на людей, даже если нет восприимчивости, но это не переходит в другие измерения, потому что нет восприимчивости. Легче передавать что-то камням, чем людям. Я не пытаюсь хвалить камни и оскорблять вас, но легче передавать что-то камням, потому что у некоторых видов камней есть необходимая физическая целостность, но у них нет мозгов. Они не думают слишком много. Видите ли, проблема человека в том, что он слишком много думает и теряет естественные способности, которые у него уже есть. Разве люди не думают слишком много и не теряют радость? Разве нет? Какими они были в детстве? Разве они не стали слишком много думать и не потеряли радость, любовь и другие естественные вещи? Люди думают слишком много и теряют это. Поэтому, что бы вы им ни дали, они могут разубедить себя. Сегодня вы их учите чему-то, многие из вас видели. Они приходят на Павас Пандену, и мы их взорваем. Это настоящий удар. Все в восторге, заходят с экстазом, но через шесть месяцев они сами себя разубедят в этом. Не все знают, как использовать свою мысль конструктивно. В основном, люди слишком много думают и разубеждают себя в своем благополучии. В детстве они были вполне благополучны, а потом разубедили себя. Итак, мысли не всегда работают на благо человека. Многие люди не знают, как использовать их для своего благополучия. В основном, люди используют их против себя. Если вы активизируете энергетическую систему на полную мощность, передача станет чем-то естественным. Вам даже не нужно проходить весь путь. Если вы активизируете 63 чакры, вы сможете передавать с определенной мощью. Это символизм тамильцев. Тамильская культура основана на 63 Нейнмарах. Их называют 63 мудрецами, которые пришли и сильно изменили культуру Тамонада. Они привнесли духовность в жизнь каждого. Возможно, людей было больше, чем 63, но ради символизма. Других не упомянули, а назвали только 63. В какой бы храм вы ни пришли, вы увидите маленькие изображения из 63 образов. Потому что если у вас активированы 63 чакры, можно сказать, что вы мудрец, начинающий мудрец. Если активированы 84, вы перешагнули много ограничений, что обычно люди считают чем-то сверхчеловеческим. Если вы достигаете 108, это означает, что вы полностью там. Если 114 полностью включены, между вами и ним не будет никакой разницы. Если вы станете восприимчивыми, то мне не нужно приходить сюда и объяснять вам что-то, учить вас, как наклоняться, что делать, ничего такого. Вы будете знать все о человеческом механизме, от его происхождения до его наивысших возможностей. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok